Да, наши депутаты поддержали инициаторов данной блокады, собственно, добровольческие отряды, которые там, это и Кривбас, мы его видим, и Донбасс, и Былайдар. Собственно, депутаты пришли действительно в поддержку добровольцам для того, чтобы показать обществу Украине то, с чего вы начали. Алена, я хотел бы сразу уточнить, депутаты пришли, но уже на готовой, или организовали? Естественно, мы пришли в ситуацию, когда была организована блокада, то есть самопомощь поддержала штаб блокады, и до сегодняшнего дня его поддерживает. Я хочу сказать о том, что вы правильно начали с того, что вся страна, безопасность энергетической страны, экономическая, она сегодня зависит от оккупированных территорий, от надежности поставок с этих территорий. Как, и вот здесь мне очень удивительно слышать позицию представителей власти тоже, которые говорят о том, что мы что-то упустили. Да, мы действительно упустили. Мы не имели права ставить зависимость, энергетическую безопасность, экономику страны от поставок с этой территории. Я хочу привести очень интересный пример, который для меня был очень таким показательным. В Кривом Роге, с которого я родом, есть крупный металлургический завод. Сегодня он в собственности одного из лидеров металлургии, Арселор Миттелла. Я для себя, себе задала вопрос, думаю, почему Арселор Миттелл ничего не говорит о проблемах с поставок кокса и угля с Донбасса, потому что они всегда исторически его получали. Я поднимаю информацию и вижу, что, собственно, менеджмент этой компании международной в августе-сентябре, когда были первые проблемы с поставками угля и кокса с Донбасса, из-за Иловайска, они тут же переключились на поставки с Польши и Румынии. А это был кокс, а уголь из Казахстана. Чего не сделала вся страна, я понимаю, к чему вы ведете. Алена, меня волнует другой вопрос. Вот вы говорите о своей политической поддержке этой блокады. Если дело дойдет до того, что половина страны почувствует на себе, что такое верное отключение, а другая половина начнет замерзать из-за этих верных отключений, кто тогда, по-вашему, должен взять на себя ответственность за все это? Власть или те политсилы, которые сейчас поддерживают это все? А мы разве не находимся в состоянии войны? Разве вся страна не ощущает на себе бремени этой войны? Разве 10 тысяч людей не погибли в этой войне? Оцениваете ли вы риски поддержки подобных акций? Как можно говорить об экономических выгодах и о том, чтобы государство, правительство не подготовилось к осенне-зимнему периоду с ориентиром на то, что может быть так, что не будет поставок с оккупированной территорией? И сейчас говорить о том, что кто-то должен взять ответственность. Конечно, должно правительство Гройсмана взять на себя эту ответственность. Продолжение следует...